Привет! С вами программа Full Contact и я, Олег Музы... Музы... Чанка! Блэс ю! Тэнк ю! У вас тоже насморк. Это значит, что пора идти к врачу. To visit a doctor. Кстати, сегодня мы отправляемся вместе с героями нашей программы именно туда. Знакомьтесь, это мистер Кейси. Он заболел. He fell ill. А это дочь мистера Кейси Ребекка. Администратор больницы, в которую мистер Кейси и его дочь пришли. Смотрим, слушаем. Появятся вопросы, позже разберемся. Ну что же, все понятно. Как видите, ничего сложного нет. Но давайте все-таки обратим внимание на некоторые слова и выражения. May I help you? Итак, в больнице вас, скорее всего, встретят именно этим вопросом. May I help you? Я могу вам помочь? Советую запомнить эту фразу, которая обязательно пригодится вам в общении. I have a 10 o'clock appointment with Dr. Samji. Кто знает, что такое appointment? Правильно. Это именно прием к врачу. Как вы уже поняли, мистер Кейси назначен на 10. Could you spell that for me? C-A-S-E-Y. Обратите внимание на глагол to spell. Он означает произнести, либо написать по буквам. Ведь часто в английском языке фамилии и имена пишутся и произносятся совершенно по-разному. Например, мое имя Олег произносится из spelled следующим образом. Кстати, отличное домашнее задание. После окончания нашей программы попробуйте проспелить свое имя и фамилию. Но вернемся к нашему мистеру Кейси. Администратор приглашает его присесть. И подождать. Давайте мы тоже сядем поудобнее и посмотрим второй эпизод, в котором мистер Кейси беседует со своей дочерью. Благодарю. Спасибо. Мои ноги стихи сегодня. Будьте уверены, спросите доктора, если есть что-то, что ты можешь делать об этом. Они никогда не имеют ничего полезного, чтобы сказать мне. Это не правда. И если ты не занимаешься ногами, то только будет worse. Хоспиталы делают меня нервис. Как видите, мистер Кейси не в духе. Ну, а кто любит хоспиталс? Больницы. Даже доктора их не любят. Правда, если ваша нога вдруг анимеет, вам все-таки придется полюбить и больницы, и докторов. Они никогда не говорят ничего дельного. Согласитесь, если мистер Кейси не будет «take care» – заботиться о своей ноге, то ее состояние ухудшится. Запомните эти экспрессивные выражения. Это нервирует меня. Это выводит меня из себя. Они вам наверняка пригодятся. Сейчас мы повторим оба эпизода. Обратите внимание на слова, которые мы только что разобрали. Произносить или писать по буквам. Useful – полезный, дельный. To take care – заботиться. To make somebody nervous – нервировать кого-то. ПОДПИСМЕНТЫ 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 May I help you? I have a 10 o'clock appointment with Dr. Samjee. The name's Patrick Casey. Could you spell that for me? C-A-S-E-Y Yes. Please have a seat, and we'll call you. Продолжение следует... А сейчас небольшая проверка. Если вы поняли, о чем говорили наши герои, тогда вы без проблем ответите на мой вопрос. What are Mr. Casey's health problems? Какие у мистера Кейси проблемы со здоровьем? Выберите правильный вариант. He has bad eyesight. У него плохое зрение. He has a sore back. У него болит спина. He has bad hearing. У него плохой слух. His legs stiff. У него онемела нога. Чем же болен мистер Кейси? Правильно. У мистера Кейси онемела нога. Поздравляю. А, нет, не мистера Кейси, а вас. Потому что вы хорошо усвоили наш урок и теперь спокойно можете болеть за рубежом. Your turn, мистер Музыченко. Oh, I'm healthy. Doctor is waiting for you. Come on. Я, я совершенно здоров. You need an ejection. I'm, I'm healthy. I'm healthy. Hey, where are you going? Talk, you need an ejection. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!